МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Противостояние Зенита и Спартака – это всегда большой футбольный праздник. Но отныне эти два клуба будут встречаться не только на стадионах. Вот-вот в самом центре Петербурга. На Малой Садовой улице рядом с фирменным магазином Зенит появится магазин официальной атрибутики народной команды. Авторы идеи открытия магазина Спартак – Михаил Боярский и Сергей Мегицко. Народные артисты признались – место и клуб выбрали не случайно. Будущим посетителям пообещали – в красно-белых торговых залах будет интересно. Гример сидеть в магазине, который будет раскрашивать цвета Спартака. Будут стилисты, будет атрибутика интересная. Ну и, конечно же, мы надеемся хорошо работать. Потом в этот магазин, в общем-то, могут заходить и петербуржцы, в конце концов. Это все-таки два клуба, два серьезных клуба. Город наш толерантный, демократичный. В этом магазине могут встречаться болельщики, выпивать чашки чая. Пока только Спартака, дальше посмотрим, может быть, и Динамо. Все флаги в гости будут к нам и запируем на просторе. Инициативу самых известных болельщиков сине-бело-голубых представители красно-белых поддержали с удовольствием. Юристы быстро согласовали все формальности. Для поиска подходящего помещения в Петербург сразу же прибыл эксперт. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Мигицкого и Боярского за то, что они стали, как вы уже сказали, инициаторами этого проекта. Во-вторых, я хочу сказать, что я приехал на один день. Пакет документов у меня уже готов. И моя первоочередная задача найти рядом на Малой Садовой с магазином «Зенит» помещение, для того, чтобы открылся наш магазин по соседству. Кстати, первоначально открытие магазина планировалось на сегодня, но по техническим причинам торжественную церемонию перенесли. Что случилось буквально через несколько часов после того, как мы выдали репортаж в эфир? Да, Миша расскажет. Мы с Сергеем погорячились немного. Идея, казалось, хорошая, но не совсем своевременная. И, по-моему, без перспективы. Хотели заработать? И заработали. Вот, как, дайте говоря, и опыт, сын ошибок трудный, и гений парадоксов, друг. Так что, будем думать еще в этом направлении. Нет, больше не будем. Но один человек продолжает работать в этом направлении. Вот он. Я по-прежнему продолжаю вести переговоры и ищу помещение. Да, правда. С первым апреля! Субтитры создавал DimaTorzok